Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и это ваша любимая рубрика «Диванные трейдинги». Я сегодня по вашим заказам здесь с чаем и поговорим мы с вами на одну очень интересную тему. Что делать, если сливается счет? Не так давно на моем канале вышло видео о том, почему трейдеры сливают счета как на фондовом рынке, так и на рынке Форекс. Если вы это видео не смотрели, обязательно посмотрите. Ссылка на него будет в описании к этому видео, где-то здесь сейчас в подсказках. Но сегодня мы поговорим о том, собственно, а что же, собственно, делать, если счет сливается? Я прекрасно понимаю, что те трейдеры и инвесторы, которые будут смотреть это видео и у них будет прям такой целевой запрос, они, скорее всего, будут смотреть это видео либо тогда, когда уже совсем поздно и уже все слито, или тогда, когда уже помочь практически ничем нельзя. Но вы можете помочь этому видео и помочь тем людям, которые будут сливать счета. Обязательно поделитесь этим видео, поставьте лайк авансом, расскажите об этом видео своим друзьям, знакомым. И помните о том, что если вдруг на вашем счете будут какие-то нелады, то вы всегда можете вернуться к этому видео, еще раз его пересмотреть и понять, что делать нужно, а что делать не нужно. Итак, давайте поехали. Ну, первое, что хочу сказать, у меня будет маленькая подсказочка, чтобы ничего не забыть. Самое первое, что хочу сказать, это то, что чаще всего по моему опыту взаимодействия с трейдерами, которые сливают счета, они обращаются за помощью или начинают бить тревогу, или вообще начинают какие-то действия предпринимать уже на настолько поздней стадии, что помочь практически уже ничем нельзя. Это история о том, когда сливается, например, там уже 90% от депозита, и вернуть все к изначальному капиталу совершенно нет никакой возможности, но только здесь человек понимает, что что-то пошло не так и что-то надо делать. И вот здесь очень важный момент, а что мы понимаем под словом слив в таком случае, да, потому что у многих, я думаю, в голове история о том, что слив, это, наверное, когда уже все на счету ноль. На самом деле, друзья мои, это не так. На мой личный взгляд, конечно, у каждого разное отношение к рискам, у всех разное, там, отношение к финансовым рынкам, разное количество денег, там, да, разные размеры депозита и так далее и тому подобное. Но, на мой взгляд, если ваш депозит ушел в просадку на 50%, это уже можно считать сливом, потому что, скорее всего, если вы один раз сделали 50%, то вы, скорее всего, сделаете еще раз 50%, а это уже, собственно, на депозите ноль. Ну и просадки в 50% от депо, их вытянуть достаточно сложно, потому что потеряли 50%, а чтобы просто вернуться к изначальному депозиту, к изначальному счету, потребуется сделать плюс 100% к депо. И это уже задача такая, ну, которая становится гораздо более сложной, чем, там, задача потерять 50% от депозита, ну, если вы, конечно, такую задачу перед собой ставите. Так что, друзья мои, 50% просадки, это уже слив. А когда просадка, там, 90%, это уже, ну, та стадия, когда, ну, надо, скажем так, уже, наверное, все резать. Тут два варианта. Либо все прям резать и оставаться с тем, что есть, или это история о том, когда нужно просто скрестить пальчики и надеяться верить в то, что все-таки случится разворот, случится какое-то невероятное чудо, и все-таки депозит ваш выкарабкается каким-то образом сам. Но, на самом деле, вероятность этого крайне и крайне мала. Поэтому, когда ко мне приходят люди с просадками в 90%, я, как правило, им говорю, что самый лучший вариант в вашем случае, это просто все закрыть, забыть, сделать выводы и начать просто с чистого листа. Так вот, все-таки, если вы попали вот в такую просадку, там, 50%, 90%, не знаю, 70%, да, для кого-то может быть даже 30%, первое, как бы это банально не звучало, я вам порекомендую сохранять спокойствие. Действительно, если от того, что вы будете биться в панике, какой-то тревоге, начинать что-то срочно делать, предпринимать какие-то срочные шаги, от этого ничего, скорее всего, в лучшую сторону не улучшится, скорее всего, вы сделаете то же самое. И поэтому первое, как бы это банально, опять же, не звучало, сохраняйте спокойствие. Это всего лишь рынок, это всего лишь деньги, скорее всего, от потери вашего депозита никто не умрет. И, в общем-то, если вы однажды денег на депозит заработали, заработаете, собственно, и снова. За это я предлагаю выпить чаю. Следующий очень важный момент, это что же делать? Вот есть просадка большая. Первое, что нужно делать, и первое, что важно помнить, это то, что самая частая ошибка у трейдеров, которые сливают свои депозиты, они, сливая свой депозит, начинают наращивать объемы торговли, пытаются отыграться, пытаются поставить замок, пытаются усреднить позицию, там, как-то ее замартингелить или еще что-то сделать, для того, чтобы быстрее выкарабкалась вся эта история. Но, на самом деле, надо делать как раз-таки обратную вещь, надо резать, резать объемы. Очень важно понимать следующую вещь, что на каждую тысячу долларов вашего депозита у вас должно быть открыто позиций максимум на 0,1 лота. То есть, если у вас депозит это 1000 долларов, то 0,1 лота по мани менеджменту это нормально. Если у вас депозит, например, 5000 долларов, то поллота это нормально. Если депозит 10 тысяч долларов, то лот это нормально. И так далее, и так далее. Я думаю, что здесь дальше каждый разберется уже сам. Но очень важный момент, что когда мы говорим о размере депозита, мы говорим не о размере баланса, который у вас есть на счете, а мы говорим о размере средств, которые есть на счете. Потому что баланс это абсолютно эфемерная цифра, У вас в балансе цифра может быть даже с прибылью по закрытым позициям. У вас баланс может быть больше, чем в насильный депозит изначально. Но размер средств это то, сколько есть по факту здесь и сейчас, если прямо сейчас закрыть все позиции. Поэтому объемы мы рассчитываем именно из размера средств. Я причем даже знаю такие ситуации, когда какой-то не сильно грамотный инвестор, не разбирающийся в тонкостях в торговле на финансовых рынках, отдает свой счет в управление, например, какому-то трейдеру. Трейдер ему специально раздувает депозит именно по балансу. Говорит, вот смотрите, мы уже в истории счета прибыли зафиксировали с вами. Давайте из этой прибыли с вами разделим моя доля, ваша доля и так далее. Но при этом посредством депозит наоборот только проседает, потому что трейдер залазит в какие-то убыточные сделки, он не закрывает убыточные позиции, блокирует их замками. Баланс растет, средства уменьшаются, но из баланса трейдер просит, чтобы с ним, собственно, рассчитались. По итогу, когда счет сливается, рано или поздно в таких ситуациях он все равно сливается, трейдер говорит, ну у нас же прибыль была, мы же с вами прибыль-то делили. Ну вот была прибыль, все хорошо было, но вот тут что-то не повезло, что-то не помогло, торговая система сломалась и, в общем-то, поэтому мы в итоге деньги с вами потеряли. Но возвращать я вам ничего не буду, потому что я же зарабатывал до этого, то, что уж потерял, уж это извините. Поэтому, друзья мои, всегда смотрим не на размер баланса, всегда смотрим именно на размер средств на вашем депозите. И именно то количество средств, которые есть у вас на депозите, это то количество реальных денег, которые у вас есть, соответственно, здесь сейчас. Теперь момент очень важный. Если мы говорим резать, то есть, допустим, я понимаю прекрасно, что, допустим, вы начали торговать с депозитов 10 тысяч долларов, у вас было открыто позиции на несколько лотов, сейчас депозит там просел, не знаю, там до 2-3 тысяч долларов, да, и по идее объем должен быть там 0,2-0,3, а вы по-прежнему продолжаете там держать сделки на 2, может быть, на 3 лота, плюс еще там поставлены замки по этим позициям. И первое желание, опять же, это долиться, это добавить каких-то позиций, как-то что-то усреднить и так далее. Этого делать ни в коем случае не надо. Надо резать по-живому, и если вы этого не сделаете, то, скорее всего, эта история закончится крайне-крайне плачевно. Теперь возникает вопрос, а какие сделки резать-то? Резать те, которые с минимальным убытком, или резать те, которые с максимальным убытком? Резать те, которые близко стоят к текущей цене, или резать те, которые стоят уже где-то далеко? Мой вам совет, всегда режьте то, что является наиболее проблемным. Режьте то, выпутаться, из чего будет сложнее всего. Это значит, что режем самые убыточные сделки, самые дальние от текущей цены, самые крупные по объему, самые проблемные с точки зрения набежавшего уже, например, свопа, если мы говорим про рынок Форекс и так далее. То есть режьте не то, что близко, а режьте то, что у вас далеко. На самом деле, какой объем вы будете резать, это не принципиально. Если мы говорим про просто то, чтобы зарезать объем. Можно зарезать сделки, которые близко стоят, можно зарезать те сделки, которые стоят далеко. Это не имеет принципиально никакого значения. с точки зрения того, чтобы зарезать объем, но с точки зрения того, чтобы потом выпутываться из этой ситуации, гораздо лучше и гораздо перспективнее оставить те сделки, которые были открыты недавно, те, по которым еще просадка небольшая, их вытянуть будет гораздо проще и гораздо проще будет закрыть. Что если влезли в просадку, например, по нескольким инструментам? Там залезли, не знаю, если мы говорим про рынок Форекс, по евро-баксу, по фунт-баксу, по доллар-франку, везде просадки, везде замки и так далее. Что делать в такой ситуации, если это не один какой-то инструмент, а этих инструментов несколько? Тот же самый принцип. Во-первых, придерживаемся принципа, что нужно резать объем, а не добавлять. И режем самые проблемные. Иногда бывают случаи такие, что приходит человек, у него просадка по евро, по фунту, по франку, к примеру. И, например, по одной из этих валютных пар уже настолько безнадежная ситуация, что адекватно я понимаю, что вылезти из этой убыточной сделки или из этого замка уже будет практически невозможно. Вот лучше такие рубить, то есть сбросить этот камень со своих плеч и дальше продолжить выруливать те сделки и те позиции, с которыми еще можно что-то придумать. Поэтому режьте, опять же, самое проблемное, то, что если у вас там, например, вы там три позиции, например, три инструмента у вас в торговле, все в просадке, один зарезали, например, из инструментов, вычтили там все сделки, осталось два и тут дальше нужно определить. То есть мы берем какой-то один из них, оставляем в замке, пускай он там висит, например, а по второму начинаем там активно что-то делать, работать, выставлять какие-то уровни, там размыкаться и так далее и тому подобное. Не рекомендую я настоятельно размыкаться одновременно по нескольким инструментам сразу, причем особенно если эти инструменты взаимосвязаны между собой так сильно, как, например, взаимосвязаны между собой евро, доллар и фунт, доллар и доллар франк тот же самый. Если это совершенно разные инструменты, ну вы можете попробовать их одновременно размыкать, да, одновременно там что-то делать, придумывать. Но я все-таки рекомендую делать поэтапно, то есть сначала разрулить одну валютную пару, один инструмент, потом, соответственно, идти к следующему. Очень важный момент, что если у вас нет опыта в торговле, если у вас нет знаний в торговле, вы не разбираетесь в механике рынка, у вас нету достаточного багажа знаний и так далее, и так далее, и вы залезли в просадки, залезли в замки и так далее, то скорее всего, если вы сами влезли, то сами вы не вылезете. То есть без знаний, без опыта, без какого-то багажа вот этого всего вылезти самостоятельно не получится. Поэтому зачастую приходится обращаться к хотя бы мнению каких-то сторонних трейдеров, найдите какого-то товарища, который дольше и больше, чем вы торгуют на рынке, у которого больше опыт, которому как минимум не давят ваши позиции. То есть не он сливает счет, а вы сливаете счет и ему гораздо проще, он гораздо более хладнокровно будет смотреть на эту ситуацию и он вам подскажет, что нужно сделать. Если у вас, конечно, есть возможность обратиться к какому-то специалисту, который действительно трейдер, профессиональный, который профессионально помогает выбираться из тех или иных ситуаций негативных, это, соответственно, еще лучше. Но помните о том, что если вы сами влезли в эту ситуацию, а у вас нет опыта и знаний, то, скорее всего, сами вы не вылезете и к этому, опять же, нужно быть готовыми. Поэтому вывод здесь я могу из этого видео в очередной раз сделать, такой, что если вы хотите зарабатывать деньги на финансовых рынках, если вы хотите не терять свои деньги, а вылазить из подобных ситуаций, если даже в них залезть, а любой трейдер так или иначе в такие ситуации залазит, то в любом случае идите учиться. Идите учиться и в первую очередь разбирайтесь в money management, разбирайтесь в risk management. Это самое главное, что вам позволит не сливать свои депозиты. На моей памяти, на моем опыте, есть буквально несколько слитых депозитов. И один из слитых депозитов, который я лично сам сливал, это депозит, на котором я ставил эксперименты в свое время. То есть у меня всегда было так, что я разделял свой капитал на несколько счетов. Один счет боевой крупный, я на нем делаю все основные свои сделки. Есть счет какой-то небольшой по размеру, я на нем ставлю всякие эксперименты, тестирую стратегии, обкатываю какие-то свои гипотезы и так далее. И была у меня как-то так ситуация, что я вот на этом тестовом счете, реально, но тем не менее, тестовом счете, я про него просто забыл. Даже не столько забыл, сколько, знаете, забил на него, мне просто было не до него, как-то там какие-то сделки висели. В какой-то момент я его открыл и смотрю, что он там уже близок к сливу и в общем-то там уже практически помочь было нечем. Поэтому это вот был первый слитый мною реальный счет, который я, собственно, самостоятельно довел до слива. Правда, была у меня и другая ситуация, когда я на одном из таких своих тестовых счетов оставил сделки, тоже на него забил, потому что, ну что, там деньги небольшие, там буквально было там несколько сотен долларов. И я совершенно не наблюдал за ситуацией. Потом открываю, о, фунт иена сходила на 10 тысяч пунктов в мою сторону и депозит удвоился. Такие ситуации, соответственно, тоже были, так что можно сказать, что по самостоятельной торговле с точки зрения слитых и разогнанных вот таких вот счетов я, можно сказать, в нуле. Вот, ну и была ситуация у меня, когда депозит мне сливал, соответственно, робот. То есть, когда не я сам управлял счетом, а когда счетом управлял робот, робот слил, а я просто наблюдал, да, пытался как-то вклиниться в ситуацию, но в конечном итоге все равно львиную долю капитала робот в итоге слил. Но это, не знаю, стоит ли это засчитывать как слив депозита, там мой, да, это слив моих денег, но не моими руками. Так что, друзья мои, в любом случае идите учитесь, разбирайтесь. Надеюсь, что сегодняшнее видео будет вам на пользу. Надеюсь, что вы этим видео поделитесь со своими друзьями, знакомыми, что он где-то расползется по каким-то сообществам, форумам и так далее. И позволит как можно большему количеству трейдеров, если они попали в такую тяжелую торговую ситуацию, не наделать как минимум ошибок. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. Здесь есть огромное количество образовательного контента для трейдеров. В общем-то, если вы уже подписаны, я думаю, вы об этом знаете. Если вы подписаны и у вас не нажат колокольчик, обязательно это сделайте. Лайк. Ну, а дальше продолжим в комментариях. Что еще, какие еще советы можно дать человеку, который сливает свой счет? Что делать нужно, а что делать не нужно? Жду ваше мнение в комментариях. А на этом на сегодня все. С вами был Глеб Задоев. Всем пока-пока.